Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Сегодня у нас на дворе 18 августа и мы пойдем посмотрим, что из наших сортов винограда уже можно кушать на это время. Конечно, прежде чем мы приступим, следует оговориться, что сезон у нас, к сожалению, не самый лучший. Много чего попало под возвратные заморозки. Очень холодный май, поэтому, конечно, есть определенное отставание в созревании. Тем не менее, посмотрим все-таки, что можно уже пробовать на этот момент. Русвен янтарный, он же жемчуг запорожский. Несколько гроздей открыло. Кое-что закрыто от ос, потому что осы тоже хотят кушать вкусную и сладкую ягоду. Здесь тенек, я потом еще покажу чуть дальше. Гроздей в этом году шикарно, кстати, опылился. У него бывают проблемы с опылением, я это никогда не скрываю. Но три грозди на побег, иногда четыре. Вот смотрите, вот эта нижняя, возьму рукой, чтобы было понятно. Да, есть горох, есть хорошие крупные ягоды. Но размер такой неплохой. Вторая вот у нас в пакетике. И вот третья гроздочка тоже такая довольно неплохая. Значит, смотрите, сейчас я вам показываю, это вот тот коридор, которым я всегда снимаю. Вот там, вот там у нас юг. То есть здесь, в общем-то, достаточно темно. Солнце приходит ближе к вечеру, но это довольно кратко. Поэтому здесь в тени ягоды такие зеленые по цвету. Вот здесь, смотрите, грозди, да, чуть хуже опылились. Но повторю, что при том, что у него по три, по четыре грозди на побег, можно просто не нормировать. Всегда будете с урожаем. Вот здесь уже солнце чуть больше, ягодка чуть более желтая, хотя камера, конечно, не всегда передает. И вот здесь крайние побеги. Здесь он уже оправдывает свое название янтарный. Особенно, вот смотрите, мелкие ягоды. Они так, где наш свет. Вот, камера шалит. Вот они действительно янтарные. Как раз-таки видите, насколько свет здесь попадает на эти ягоды. Вот показываю этот же побег с другой стороны. Вот гроздочку я вам показываю. Вот вторая гроздь. И вот третья гроздь. То есть без ягоды не останетесь. И уже можно кушать. Особенно ягоды более мелкие, хотя и более крупные. Ягода сладкая, с таким легким фруктовым ароматом. Не могу сказать, вот точно идентифицировать, каким. Какую-то ягоду напоминает. Ну, повторяю, да, что точно сказать сложно. В общем, рослин уже можно кушать. При этом он хорошо и долго может висеть на кусте. А ягоды становятся, когда они на солнце, такие вот прям янтарные. Может быть даже коричневые. И кого-то этот цвет смутит, но на вкус это не влияет никак. При этом всегда идеально зареет лоза. Вот я всегда говорю, что это сорт такой для начинающих, с которыми точно справитесь. Даже если вот есть его некоторые недостатки. Кстати, как побороли более худшее опыление, это полив перед цветением. Ну, и опять же, да, вот чтобы было понятно, вот эта стена и вот такой коридор. То есть здесь плохое проветривание. Поэтому и не самое лучшее опыление. Тем не менее, грозди вполне достойные. И уже который год он один из самых ранних на нашем участке. Он один из тех, кого мы съедаем в первую очередь. Следующий у нас супер экстра. Тоже спрятано от ос. Она еще и с мускатиком, а осы в этом сезоне голодные. И тоже очень хотят кушать наш виноград. К сожалению, тоже не всегда идеальное опыление. Тем не менее, опять же, урожая нам хватает. И тоже, видите, что там стена дома. Тут сантиметров 25-30. Отсюда и вопросы. Достаточно крупная ягода. Хотя попадается такой горох. Но вот в этом сезоне для нас вот этот горох, это очень большой плюс. Потому что у нас есть маленький потребитель ягод. И вот для него я специально ей вот такие маленькие обрезаю. Прям с веточкой. Гроздики. Чтобы ей было удобно кушать. Ей интересно. Ей это нравится. И мне не надо думать, что ребенок подавится косточкой. Так что, на самом деле, это даже может быть плюсом. Смотри. Смотри, что у мамы есть. Вкусно? На 18 августа. Ягода сладкая, хрустящая, с легким мускатным ароматом. Очень приятная. Опять же, никогда не скрываем, что у Супер Экстра может немножко потрескивать. Ягода. Да, к сожалению, такое бывает. Ну вот, смотрите. Дожди были где-то неделю назад. То есть, да, вот трещина есть. И что? И ничего. Дальше не происходит. Много лет она у нас. Мы ее выращиваем. В общем-то, ну, потрещала. Чуть-чуть потрещала. Мы ее съедаем. И все. То есть, ягода все равно достается нам. Она не уходит куда-то там в компост. Ну, единственное, что надо, конечно же, уберечь откос. Вот, смотрите, какая здесь желтая красивая грозочка. Ну, конечно, конечно, опять же, будем реалистами, да, что желтые ягодки, они уже вкусные. Есть еще ягоды в грозди, которые не совсем созрели. Поэтому мы пока что все это потребляем единично. Ну, мы учитываем сезон, да, по крайней мере, уже щипать ягоду можно. Малышка уже с удовольствием все это кушает. Был год, по-моему, 20-й, когда мы 10-го августа уже суперэкстру ели. То есть, вот она на нашем участке одна из самых ранних, одна из самых первых. Следующий это ромбик. Ну, смотрите, с нашим ромбиком в этом сезоне произошла неприятная штука. Он весной подмерз. И даже вот я вам показывала, что на старой древесине, на плодовой стрелке, морозовой, и поэтому мы наблюдаем, видите, и грозди такие слабенькие, да, и по развитию они разные. Вот такие, вот такие, вот такие, так, не видно вам. Вот, вот эту гроздь можно кушать. Хрустящая ягодка сладкая с легким мускатом. Вот эти еще не готовы. Ну, надо понимать особенность года. По опыту, наверное, второй или третий его плодоношение. То есть, вот его можно кушать рано, опять же, пару лет назад, 10-го августа уже, уже мы его поклевывали. Ну, этот сезон, к сожалению, такой. Тем не менее, ромбик вот один из самых ранних у нас. И еще хочу показать вам один сорт. Это сенатор Павловского. У нас в теплице на прививке. Рос в открытом грунте, но не каждый год дотягивал до результата. У него очень поздно уходит кислота. В открытом грунте. Ну, вот сегодня на 18 августа я уже хожу его пощипываю. Кислота чуть-чуть есть, такая легкая кислинка. Уже нормальный сахар и приятный мускат. Конечно, конечно, чтобы полностью насладиться. Ягода, ему еще надо повисеть. Ну, хотел вот показать в этом ролике, что на сколько условия вращивания влияют. Вот перенесли в теплицу, да, и если раньше была проблема, что и сахар уже хороший, и ягода такая темная, вишневая, вроде уже зрелая, кислоты много. То в теплице, наоборот, все, кислота. Ну, чуть-чуть еще есть, но она уже приятная. Она уже не щипучая, не жгучая. И уже ароматика есть, и уже сахар есть. Конечно, ну, вот эта гроздь более зрелая там. Там пока еще поменьше. Тем не менее, вот кое-что я тут уже хожу и подщипываю. И на втором участке каталония. Пересажен в прошлом году кустик, поэтому урожай пока что небольшой. Ну, вот уже тоже ее можно кушать. Конечно, сахар еще можно потянуть, но кислоты уже нет. Приятный аромат, приятный вкус. Хрустящая ягодка. Если нет другой альтернативы, да, и нет терпения, то можно кушать. Это у нас Прима Украины. Первое плодоношение сигнальное. Вот. Я бы сказала, что очень хорошее поление. Достаточно крупные ягоды. Две гроздочки у нас. Вот одна на земле. Ну, кустик молодой, да. А вторая вот такая. Тоже уже можно кушать. Конечно, это еще не та стадия, когда мы срезаем целую гроздь. Но единичные ягоды можно пробовать. Опять же, немножко подтянуть сахара. Ее специфическая ароматика, цитронный мускат. Чувствуется, кислоты нет. Ну, ягодка сладенькая. Ну, немножечко еще можно повисеть и подозреть. Здесь у нас пестрый. Тоже кустик молодой, поэтому ягодок тут мало. Такой очень-очень красивый окрас. Ну, и ситуация ровно как с Примой. Немножко сахарку еще можно подтянуть. Вкус приятный мускат. Я тоже слышу здесь легкую цитронную нотку. Конечно, не такую яркую, как у Примы. Не такой одеколон. Но он такой вот легкий цитрончик ощущается. Ну, а остальное еще зреет. Тем не менее, мы рассчитываем, что при хорошей погоде достаточно скоро. Будем пробовать урожай. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok